по-моему на вашем галстуке нет украинского флага это как-то мне кажется я только я заметил что тут как-то вот весь из флагов доброго здоровья пани и панова меня называют Миквало Вересень и программу так кож называют Вересень и мы сегодня будем говорить про Прибалтику про Латвию передовсим и про настрои в цей дружной как я розумею для Украины в краине а с такой нагоди Вейкос Политис у нас просто депутат цей Малатвии а колишний заступник Министра обороны что мне здаясь досить дотично до украинской ситуации мы будем говорить російською мовою потому что это все еще на этих теренах язык межнационального общения здравствуйте спасибо что пришли добрый день ну вот смотрите а вы ну первый вопрос который вообще мне кажется самый важный какой в процент русского населения процентов 40 в Латвии это не совсем правильно потому что русские сейчас по официальных данных 24 процента остальные украинцы белорусы татары чеченцы евреи и так далее и тому но это тоже много 24 процента в том смысле что может и не так много но возникает вопрос это какой процент из этих 23-24 пятая колонна если она вообще потому что смотри с одной стороны мы видим насколько я помню мэр Риги был русский но он был абсолютно латыш скажем так по всем по настроению абсолютно европеец говорящий на языке и отстаивающий какие-то интересы как мне казалось то что я по краю читал именно не 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 русского меньшинства вот но наверное есть какие-то люди которым не нравится то что происходит и в европа не нравится я бы спросил я думаю что каждом государстве есть люди которые просто они понимают где они находятся и есть люди которые не понимают таком смысле отвечая на первый вопрос если пятая колен колонна тогда смотря на то как москва действует по советском пространство и не только и западной европе тогда мы можем предположить что да есть пятая колонна но чтобы точно отвечать на этот вопрос тогда мы должны иметь информацию от служб безопасность госбезопасности но эта информация все-таки закрыта не совсем открыт это один ответ на вопрос а другой вопрос том что конечно мы много время уделяли много работали чтобы те люди которые оказались территории латвии после советской оккупации могли бы себя чувствовать дома много ошибок было сделано но много и работы проделана и как это старое высказываемое высказываемое звучит что чтобы танцевать танго нужны два партнера значит и иногда партнеры не хотят танцевать так что ну так мы и понемножку идем танцуем и и движет двигаемся вперед но публично поддержку действий россии скажем на востоке украины или в крыму нету таких политических сил в латвии которые публично говорят отличный путин вот правильно вот молодец вот еще вот у нас нас бы захватил бы он было бы вообще чудесно таких таких у нас конечно нет но они косвенно говорят этом и значит у нас это никакой секрет госпожа татьяна ждано который евро депутата в стрессбурге и брюсселе например и другие радикальные политики но они видят что просто с такими радикальными заявлениями они не имеют поддержку больших слоев латышского общества том числе из тех которые говорят на русском дома так что таком смысле люди же все-таки понимают даже смотрят они это пропагандическое российское телевидение они могут сравнять с тем что происходит латвии то что многие из них все-таки или с паспортом латвии или с паспортом негражданина у них свободное перемещение в россию возможно значит они видят эту реальность которая в россии есть они понимают что но то что говорит кремлевские федеральные канале телевидения это просто ложь и значит из-за этого конечно эта ситуация мы должны смотреть на частичные сегменты это люди которые живут в городах или которые живут на вселе это постарше люди это молодое поколение значит мы не можем и я думаю что это неправильно если мы всех их одно как бы одно место сопоставим и говорим что все они одинаковые это абсолютно неправда мы должны работать с каждым сегментов которые находятся в латвийском обществе а в украине закрыли ну все почти я думаю кроме дождя каналы российские телевизионные и эти мысли возникали официальной риге это очень хороший вопрос что вы задали потому что здесь сталин рига и вильнюс следовали по-другому например таллине в эстонии они решали что эстонские люди столь горды собой они понимают что происходит что им не надо ничего закрывать они сами понимают что пропагандой что правда например сам я когда участвовал на выборах 2014 году я ходил по улицам риги и я встречал многих русских и и латышей и других национальностей где я как бы задал вопрос что мы планируем закрывать федеральные каналы которые распространяют пропаганду и они сказали пожалуйста не делайте это потому что мы смотрим и дождь и русскую службу bbc и федеральные каналы и мы видим где ложь где нет мы можем это сравнять и это возможность у нас понять что реально происходит в мире и таком смысле конечно что мы делаем и вильнюсе что мы делаем в мы просто следуем нашему законодательству нашему законодательству запрещено распространять военную пропаганду и ненависть и когда например там или нтв или россия или другой канал который деньги дает кремль он например такую пропаганду и такие вещи распространяет мы сперва им говорим что следующий раз мы вас будем закрывать и потом вы должны будете штраф платить и так мы исследуем уже где-то 5-6 раз уже не должны были штраф платить они были закрыты потом их открываем опять так что они должны заблюдать законодательство которое у нас латвии а кажется есть такая идиома в эстонии что будешь делать когда придут не указывается что кто придет и все вот такое ну все понимают эстонцы что имеется ввиду кремль придет или русская армия придет это ощущение у вас есть в латвии что это возможно вот после тех событий которые у нас на 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 моей родине это ничего нового потому что это мы приняли с молоком матери меня растили таким образом что из востока кроме солнца ничего хорошего прийти не можно и это уже столетиями у нас потому что мы вспоминаем что иван грозный делал балтийских странах что во время российской империи происходило и что в советского время советской оккупации так что это никакая она не новость и значит мы должны быть на чеку и мы должны быть готовы это не только сейчас это все последние 25 лет потому что если ты приобрел свою независимость и должен стоять за нее и думать на за нее каждый день но что-то изменился вот за последнее время когда был оккупирован крым и когда на востоке украины возникла война конечно какие-то новые мысли новые здесь просто прекрасно будет сейчас в киеве учить в системе капса здесь видят те представители нго украины и чиновников которые очень открыты и хотят сделать много хорошего украине и таком смысле конечно поменялось латвии за последние три-четыре года то что люди больше говорят о том что мы должны но больше денег внедрять на оборону значит если мы с министром обороны еще четыре года назад должны были в парламенте все таки говорить чтобы достичь в одном голосе одобрение того что до 2020 года мы достигнем 2 процента от воло продукта для нашей обороны сейчас мы достигли что это будет уже следующем году так что в таком смысле понятие есть еще другое что нашу национальную гвардию поступают люди волонтеры потому что нашего национальная гвардия это волонтерская организация я сам тоже член и и люди просто понимают что времени поменялись то что происходит кремле это будет с нами пока это не изменится не изменится мы должны быть на чаку и мы должны быть готовы если я не знаю уже есть какие-то натовские войска на латвийской территории или это ожидается но то есть мой вопрос если они есть или если они появятся как будет реагировать местное население обычно это в советской пропаганде была очень модная история да что там в японии как-то плохо себя ведут американцы как-то вот англичане немцы они как-то всегда и местное население они довольны это прекрасный вопрос и например если был бы россии тогда я бы отвечал и здесь и буду отвечать таким образом что это не по недопонимание в россии того что и латвийская и эстонская и польская армии это армии нато мы и есть нато это сперва а если отвечать на вопрос что люди думают тогда уже последние 10 лет всегда у нас происходят учения на учение приезжают члены нато значит из польши из великой британии сша канады германии и так далее и тому подобное так что сейчас тоже в рамках учения ангон start atlantic partnership и enhanced forward presence это две как бы программы сейчас находятся у нас военные сша и германии например в латвии британии и германии в и франции в эстонии и сейчас немцы в литве так что они всегда были они всегда меняются потому что это у каждого государства когда у них есть министерство обороны и вооруженный сэн они должны быть и на чеку и они должны готовиться и таком смысле мы готовимся но есть разница что после варшавского саммита было достигнуто то что батальон на каждой балтийской страны и в польшу будет значит бригада механизированная бригада но не только с участности военных сша но и участием других стран на то например датчане французы британцы будут в эстонии латвии руководительской страной будет канада вместе с итальянцами албанцами и славянами и герман и немцы в литве будут руководить группу в которой входят тоже и бельгийцы нидерланды луксембург и норвежь если не запоминаю но когда я смотрю про эти бригады когда я вот это все смотрю я понимаю что это скорее как сказать скорее это не это не политика сдерживание это политика это не война потому что конечно русские самолеты прилетят и за одну секунду уничтожат в прибалтике все вот эти не большие на самом деле военные вот угруппования как это по-русски я забыл ну группировки группировки да поэтому вы знаете украинские я понял да то есть это как-то ну то же самое как в украине я говорю ребята ну тут есть спор у нас война или а то ну то есть антитеррористической операции ну конечно а то почему ты бы я очень в меньшинстве я люблю потому что если война это это самолеты если самолеты то мы проигрываем поскольку у нас нет на то в отличие от вас поэтому у нас нет ну у нас есть какие-то самолеты но у русских больше скажем так и поэтому конечно просто 15 бомб на киев и непонятно что делать ну вы начали с того что вот сейчас русские самолеты прилетят и за одну секунду там разбомбят и так далее но москва понимает что если их не самолеты начнут что-то бомбить на территории нато даже на одном сантиметре территории латвии тогда также и натовские самолеты будут бомбить и что-то в санкт-петербурге калининграде или москве так что это политика сдержанная так и работает и так должна и работать потому что чтобы кто-то не сделал ошибку чтобы пошел бы там как здесь российский коллега жирновский здесь говорит что сейчас мы там ох ах пойдем на киев варшаву я не знаю куда еще так что политика сдерживания я считаю работает и это самое главное потому что она проработала все время холодной войны и таком смысле потому и были приняты те решения в варшаве чтобы сдерживать россию чтобы они не пошла бы таким оппортинистическим следованием своих целей которые мы как бы понимаем как бы не понимаем потому что одна вещь что хоть хочет президент россии путин другая вещь что хотят хочет общество россии потому что если вам они синхронная у них синхронное желание ну да но это это что что показывает федеральные каналы но если следить тому что говорит например социологические опросы левада центр тогда немножко падает поддержка да вот смотрите то что в киеве конечно все озадачены сильно сильно потому что все были более-менее довольны тем как ведет себя европа и как ведет все соединенные штаты америки показывая какую-то разную не все довольны объемом этой помощи но все-таки говорят спасибо обами например да или меркель ну теперь вместо обамы будет трамп может быть но девятнадцатого числа электторы должны сказать это увидим вот но это же у вас по этому поводу никаких сомнений я имею ввиду официальной риге по поводу того что скажет трамп не скажет ли он что да ладно эти прибалты они там рядом россия она будет разбираться с прибалтами нам туда нам неинтересно одна вещь то что говорит официальная рига я другая вещь то что говорит сми потому что но так же как в украине также у нас борьба с с фейком и новостями происходит ежедневно и они влияют на значит как бы в интернете том же самом фейсбуке и других порталов из-за этого это это одна вещь другая вещь я только что приехал из вашингтона говоря с моими коллегами в конгрессе в сеняте так что конечно мы должны разделять то что дональд трамп сказал перед выбором это что он говорит сейчас конечно сейчас его высказывание на то как происходило влияние кремля на выборы с сша это другой вопрос и здесь реальный скандал который до сих пор продолжается в сша но по большому счету мы знаем наши домашние работы в риге таллине и литве мы должны их делать мы должны быть начеку и готовы значит ну буду очень открытым если должна будет если россия что-то придумает и задумает в подобии 1940 года 17 июня тогда так просто она не пройдет потому что люди будут бороться и мы делали изменения нашем законодательства значит мы не должны ждать просто решение нашего президента значит если кто-то вторгается наша территории тогда это будет восстание всего народа а можно спросить почему не было такого восстания в сороком году а потому что исторически была проблема того что происходило двадцатых и тридцатых двадцать шестом году и в польше и в литве авторитарные лидеры взяли власть в марте в эстонии 15 мая в латвии авторитарные президенты взяли власть для себя и конституция была приостановлена и партии были закрыты из-за того разница от чехословакии которая не спасла чехословакии и финляндии но которая спасла финляндии например наши руководители в латвии эстонии и литве решили что они не будут бороться против советского союза и это стало это оставила как бы остаток и понимание то что сейчас если мы должны следовать чему-то другому тогда мы не хотим этого морального позора повторить больше никогда смотрите а ну вообще главный вопрос который надо задать вы только что просто перечислили это толкает к этому вопросу до присесть ли финляндию а латвию литву эстонию до чехословакию почему русские такие кремль такой это уже другая передача должна быть длинная очень большая я думаю что здесь вопрос того что происходило в начале 90-х и как это в жизни есть что бревно в костре это не горит только с одной стороны это горит с обоих я думаю что здесь были проблемы которые сделали и запад в том числе вашингтон и брюссель или берлин парижа и лондон вместе и конечно проблема и и внутрь россии и самое главное я думаю что в россии не было патриотических партий которые бы хотели лучшие отношения с европой и они просто не хотели перемен в русском обществе как это было например польши венгрии прибалтийских странах украине том же самой и то же самое мы видели и в беларуси из-за этого мы видим что в беларусь и россия как бы одной стороне и мы остальные другой потому что мы хотим изменения мы понимаем что все таки права человека дань стоинства свободы это все таки это это важно это нравы это это самое важное потому что без этого не мы не можем двигаться вперед и вот этого в россии как бы не было из этого это чекистская хунта взяла власть в россии до сих пор властвует не просто для меня каким-то странным образом я мало это понимаю почему потому что даже дело может быть не в чекистской хунте а может быть дело в том что все 90-е годы если бы не было помощи запада то не было бы россии да они ходили дайте денег дайте конечно ножки буша дайте лекарства дайте шприцы одноразовые да и все 90-е годы запад помогал россии как только россия получила микро шанс подняться они сразу сказали это руль во всем виноват запад это так нечестно это это так это я бы сказал это по-свински да то есть когда вам было плохо вам помогал весь мир когда вам стало чуть чуть лучше вы сказали весь мир дураке мы умные это вы говорите абсолютную правду но я думаю что здесь проблемой с тем что в украине говорят будапештском меморанде который с одной стороны как бы гарантировал как бы гарантировал безопасность территориальной целостности украины а с другой стороны хотел решать вопросы атомных вооружений и думаю что те же самые атомные выражения было и проблемы в россии где ну как бы запад не понял как вот говорить с москвой чтобы решать этот вопрос потому что но ты не можешь мартышка дать атомное оружие чтобы он там начал ним вот так что то дело вот как бы не было но сейчас мы с той проблемой проблемой сталкиваемся опять так что таком смысле конечно то что вы говорили правда но другая вещь ну как как идти дальше и думаю что мы должны использовать все вещи которые дают нам возможность говорить с гражданским обществом в россии она маленькая но группы там есть и то что мы видим что здесь работа это же самый навальный и и ходорковский и там есть другие демократы явлинский который до сих пор он не представлен на думе но мы должны работать всеми членами русского гражданского общества чтобы дать им понять что одна вещь это режим кремля а другая вещь это русский народ и люди которые тоже хотят свободу чего надо больше опасаться продолжение путинского правления или возможного распада россии что никто не знает ответ я не знаю потому что это то и другое опасно я думаю что мы видели что за последние 16 лет вещи идут только худшим значит с того момента когда путин и все управление россия покатилась обратно то же самое ситуации значит я думаю что российские обыватели они очень хорошо понимают что они дали возможность путину и здесь много и откровенно говорили те же самые демократы которые сейчас стоят против путина и сказали что они они голосовали за путина чтобы не продолжалось это клептократия ельцина да это была проблема в конце 90-х но сейчас путин привез россию обратно туда с которой пункта она начала так что в таком смысле экономический россияне с этого бума на на цены на на нефть ничего многого не получила это только маленькая крошечная часть олигархических групп людей в эти деньги пошли в швейцарию в австрию и западные банки и вот тебе а где развитие россии где модернизации россии так что я думаю что мы все заинтересованы в демократическом развитии россии в того что россия модернизировалась потому что мы и в частности самая большая роль здесь украины если реформы было сделано в украине украина может очень прекрасный пример показать как может россия развиваться при том если она распадает будет распадаться но ничего мы будем работать с те россии которая распалась но мы должны сопутствовать тому чтобы гражданское общество и россия развивалась как демократии как-то вы выглядите как оптимист ну сказать потому что ну может быть потому что у вас нет прямой войны в отличие от украины но в киеве очень многие как-то сильно сомневается в том не умрет ли гражданское общество в россии раньше чем политический умрет путин вот вопрос возникает и думаю такие же дискуссии более в западных странах во время 80-х когда они тоже думали вот советский союз распадется или не распадется но распался ну и что живем дальше но очень боялись я бы я помню я был в парламенте когда приехал буш с этим чекенки в спич и вот тоже они очень не хотели конечно распада потому что это же хорошо звонишь по одному телефону а тут надо звонить по 15 телефон это как-то слишком много и они не хотели звонить конечно здесь есть многие исследования которые показывают что например если было бы независимая карелия независимый башкорстан татарстан там весь северный кавказ в сибири там республика сибирская или или там уральская да они по валому продукту были богаче чем нежели сейчас так что здесь вопросе того как москва руководить федерации это федерация или или унитарное государство это хороший вопрос да ну вот мы закончили собственно нашу программу да вот так вейкосполитис это бывший секретарь миссии обороны а нынче депутат сейма а латвии у нас был гостях и я перейду на ридную мову с вашего дозволу и просто для того чтобы упрощаться и сказать чтобы обовязково застретимся в ближайший час это была программа вересень и виви и микола вересень дякую что дивились дякую что пришли дякую да это интересно интересно интересно